О джинсах и толстовках придется забыть, зато новобранцы этой осени смогут одними из первых оценить достоинства новой военной формы. Если раньше всех призывников, независимо от родов войск, в которые они попадали, одевали в единую форму защитного цвета, то теперь экипировка будет выдаваться соответственно видам вооруженных сил. Форма сухопутных войск зеленого цвета, воздушно-десантных синего, морского флота черного. Свою гражданскую одежду ребята отдадут родным перед отлетом, либо могут забрать с собой. Отвечаю за то, чтобы ребята наши выглядели достойно. Они представители республики. Вот за форму. Зовут Сарамянников Дмитрий Никонтьевич. Окончил инженерно-технический институт в этом году. Ну и сразу в армию попал в космические войска. Ну так как в высшее образование. Ну хотел, если честно, в ВДВ. Поздравления не прошел. А хочу, потому что все братья служили, все близкие служили. Ну и проверить себя. Пожить отдельно. Ну вообще полной изоляции. Ну и как-то весело рассказывать. Хорошо видать там. Проверю себя. Посмотрю, как там. Страшно, как уходить? Нет, нет. Ну вот в маяке немного было то, что с родственниками расставаться. А так нет. А вот самой службы не болишься, да? Нет, ну как, если ты человек, нормально что-то. Нормально осужишь. Почему ты хочешь? Почему ты хочешь? По идее, прыгать с парашюта хотел. Ну не знаю, космические это новые войска. Так что, ну чему-то научат. Космические войски. Каждого новобранца в путь дорогу до воинской части снабжают индивидуальным сухим пайком. Ни о какой тушенке и куске черного хлеба здесь речи не идет. В комплекте есть галеты, гуляш, гречка с мясом, офицерский шоколад и даже жевательная резинка. Вот гуляш из говядины, да, это идет, в принципе, на обед, да? Мясо из зеленых горошек с морковью, это ужин. Идет консерва такая, да? Вот это идет каша гречевая с говядиной, это будет у него на завтрак, да? Шпик соленый, это идет вот у него к обеду. Пюре, ну это пюре, как правило, там уже в зависимости, как он хочет. Хочет на завтрак, хочет на ужин. К каждому призывнику также положен вот такой набор личной гигиены. Здесь есть все, начиная от геля для душа и заканчивая специальным кремом от обветренных губ. Ну, второй год уже ребятам выдают НСС. Это, как говорится, хорошо для последований и каждый этот самый. Здесь в набор входит бритвенный набор для бритья, расческа, да, для личной гигиены идут, что тут у нас, это гель для рук. Вот тут опять же идет гель для умывания, для ног. Вот, зубная щетка, все это крема, это зубная паста, это гель после бритья. Как говорится, полный мужской набор. По словам Юрия Коваленко, число уклонистов среди призывников из Якутии значительно сократилось за последние годы. Если обычно на каждый призыв приходилось по 20-25 уклонистов, то нынче их число не превышает и 5 человек. Тем более, по новым правилам, кто не отслужил и уклонялся до 27 лет от армии, если на то не было законных оснований, вместо военного билета получит справку. Я вот здесь около 10 лет и скажу, что очень мало или очень маленький процент граждан, которые уклонялись бы от призыва вооруженной силы. Во-первых, не такой большой наряд у нас для республики. Если в предыдущие годы мы призывали всего по 600 человек, это вот последние лет 5, когда наряд стал большой, по 2000 человек. А так даже пешком с Чуропчи, статы приходили по реке зимой, пацаны. Поэтому желание очень большое. Тем более, с этого года, будем говорить, с того года закон вышел у нас, что граждане, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право поступить на военную службу по контракту сразу без службы по призыву. То есть на два года заключают контракт и уходят служить как контрактники. Действительно, ситуация в этом году изменилась. Сейчас вооруженные силы комплектуются на смешанной основе, как за счет контрактников, так и призывников. Военнослужащие по контракту даже в ранге рядовых получают около 30 тысяч рублей ежемесячно, в зависимости от места службы. К тому же, обмундирование, питание и проживание бесплатное. Помимо этого, существует программа предоставления жилья. В этом году изъявили желание служить по контракту 14 человек. К тому же, сейчас без службы в армии ни в одну госструктуру устроиться будет невозможно, не говоря уже о работе в органах внутренних дел. Не в органы МВД, не в органы ФСБ. А у нас на территории республики очень развито, когда парни идут служить в милицию. Нет службы в армии. Стать судьей тяжело у нас без службы в армии. Таких не берут в космонавты, как говорится. Поэтому служба в армии это основное. Если человек хочет себя дальнейшее посвятить карьере или чему-то еще, в частности в госструктурах, то без армии никуда. Все об этом знают, поэтому стремятся, очень стремятся граждане, которые негодные по состоянию здоровья. Подают в суды, пишут президенту жалобы Российской Федерации, что мы их не берем. В сборном пункте молодые парни, только окончившие школу, знакомятся друг с другом, обсуждают будущую службу. Среди призывников есть ребята, которые успели окончить и высшее учебное заведение. Якутские новобранцы проходят службу практически во всех родах войск. Сухопутных, военно-морских силах, космических войсках, военно-воздушных силах. Но в приоритете морфлот. Ежегодно около 35% призывников отправляются именно туда. Приехал я сюда 23 ноября. Был определен в военно-морской флот, город Владивосток. Буду служить там. Я хотел в армию всегда. То есть у нас в семье так принято, что мужчина, значит, должен служить. Дедушка у меня тоже служил в ВМФ. А ваш отец? Отец ВДВ. Ну, то есть у вас поколение такое, да? Служил их. Так точно. Я очень вернусь на самом деле. Я очень горд, что меня взяли в военно-морской флот. Буду стараться оправдать доверие, оказанное мне. Ивану Кирилл Михайлович. Горь Талдан. Образование есть. Девять классов. Ну, что, нормально, все. А, что еще? Сколько тебе лет? А, 18 лет. Ага. Какие войска ты едешь служить? Танковые. Серьезно? Серьезно. Как попал туда? Ну, как. Попределили, все четко. Как прошел медкомиссию, какое у тебя здоровье? Как тебе сказали, все хорошо у тебя? Все хорошо, отлично. А, категория А, выше всех. А куда ты хотел? Может, ты хотел какую-то другую воинскую часть? Ну, я хотел в спецназ, но, что ж, не получилось, ничего. В танках там тоже. World of Tanks. А тебя кто-нибудь будет ждать из армии? Конечно будет. Кроме мамы кто? Конечно будет, но это тайна, тайна. Государственная тайна. Меня зовут Игнатенко Вячеслав Валерьевич, я из города Нерингри. Мне 21 год, отучился один из классов, незаконченное, высшее. В армию пошел по собственному желанию, можно так сказать. Что еще сказать? А куда тебя определить, в какую воинскую часть и в какую ты сам хотел? Вот, завтра вылет будет в Белогорск, Амурская область, в связь с войсками. Ну, неплохо, нормально. Ну, хотел в танковые, конечно, вот как предыдущие. Но не получилось по здоровью. По здоровью не получилось? Ну, ну, зрение подвело. Ждешь вообще поездки? Боишься чего-то? Да нет, не боюсь. Уже давно хочу, поскорее бы уже началось это все уже. А то тут время теряешь просто. Пока уходил, пока здесь определяли, куда буду служить. Ну, куда отправят. Тебя в стране не будет считать царем? Ну, будем сказать, да. Я еду служить в Белогорск. Это противоволюшная оборона в качестве СИЗиста. Вот, вылет завтра. Образование какое-то у тебя есть? Образование высшее. Я закончил Санкт-Петербургский университет управления экономикой. По специальности менеджер в сфере государственного муниципального управления. Я думаю, это священный долг каждому мужчину служить. Отдай долг родине. Отдай, дай. Госслужбу без армии не берут. Так что мне вдвоем не надо туда. То есть с перспективой на будущее. Да, точно. А вот есть какие-то опасения по поводу службы в армии? Бедовщины или чего-то боишься? Опасений нету. Это уже не та армия, которая была сейчас. Бедовщины нету. Тогда и некоторые упразднения с формой там. Обязанностей меньше стало. Так что есть все условия служить. Так что служите. Ничего не бойтесь. Все будет хорошо. Главное терпение. Терпение труд, все перетрут, как говорится. Знаете, ответить на такой вопрос, оно вроде и не сложно. Я могу ответить только со своей точки зрения. Я тоже не первый год в армии был. Я служил в тех частях, где дедовщины не было. Очень многое зависит от командира. Очень многое. Сейчас, если слушать наши средства массовой информации, то у нас практически она искоренена. Мужской коллектив, ну как не подраться? Разная бывает в жизни. Но это не дедовщина. А то, что как, может быть, если смотрите старые фильмы, показывают то, что было раньше, там носки стирают, там еще что-то стирают. Такого нет сейчас. Ну, в основном движения только было. Да, конфликты. Конфликты, они везде возникают. На любой почве. Здесь, получается, человек сам должен выходить. Очень многое зависит от самого человека. Призывники из Якутии нашли места во всех родах вооруженных сил. Военно-космических, военно-воздушных, артиллерийских, воздушно-десантных, инженерных войсках и других. Можно только пожелать ребятам успешно пройти службу и не уронить чести и достоинства своей республики. Надежда Ефимова, Дюлстан Трофимов, ЕСИА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова